Мы приехали с вами в Филимонковский детский дом. Он находится на территории уже Новой Москвы, но относится к Ленинскому муниципальному району. Здесь мы познакомимся с тремя детьми. Две девочки и мальчик. Лена, Даша и Антон. В Филимонковском доме 60 ребят. Самым маленьким 4, старшим 16. Лену привезли сюда в январе. Меньше чем за год девочка зарекомендовала себя исключительно с положительных сторон. Дружелюбно, может организовать игру, привлечь к этому самих деток в игру. Всегда поделится игрушками. Никогда не заведет какой-то скандал из-за куклы. Кому-то понадобилось куклу, а она ее без всякого каприза может отдать. Следует оговориться, что все дети в доме с ограниченными возможностями здоровья. Это видно. Но педагоги в один голос твердят. Почти у всех детей есть шанс максимально адаптироваться в окружающий мир. Лена одна из немногих, кто в свои пять говорит, отлично слышит и выполняет просьбы. Идет на контакт. Ручка, оп, вот так. Давай другую. Где рука? Кук-ку. Давай. Оп. Давай. Вот какая красивая Лена. Девочка любознательна и за любые новые начинания. Рисовать так рисовать, танцевать, да. Сыграть на ложках запросто. Приготовилась? Да. Начали. И раз. Еще раз ложечки возьми правильно. Позже Лену научат петь, лепить, вышивать и, возможно, даже читать и писать. Девочка обучаема. Практика показывает, что ребята из такого детского дома умеют и могут жить полноценной жизнью, получать профессию и создавать семьи. Лучший пример тому – выпускники. Ты обещал, а меня не целуешь. Ты обещал, а меня не целуешь. А это творческий союз и весьма успешный. Сценка «Дылда» идет на ура. Что ж ты ее не целуешь? Я не могу. Тебя же обидно. Сейчас артисты заняты в репетициях спектакля «Конек-грубунок». Даша, конек, Антон, Иванушка. Сцены не боятся ни тот, ни другой. Антон таки вовсе практикует гастрольную деятельность. Его послужном списке – фестиваль в Сочи-Кинотаврик и даже выступление в Черногории. Даша тоже всерьез подумывает о профессии актрисы. Впрочем, когда садится за рукоделие, говорит, что после школы все же подастся в швее. И это очень осуществимая реальность. Очень дружелюбная девочка. Очень отзывчивая. Откликается на все абсолютно просьбы. Малышам помогает. За маленькими ухаживает. И спать укладывает. И переодевает их. Вот у нас Даша такая. А еще ребята из Филимонковского детского дома – путешественники. Минувшим летом старшие воспитанники добрались до Килиманджаро. Их вообще вполне можно было бы назвать счастливыми. И открытые лица тому подтверждение. Однако каждый день, каждый час, всю жизнь они ждут маму. Ну, расскажи, кто в этом доме жить будет? Мама с папой. Мама с папой. А ты? И я там буду жить. А еще? Еще там будет жить этот как-то собачка. Конечно, мамой может стать кто-то из тех, кто смотрит сейчас этот сюжет. Забрать Дашу, Антону или Лену домой помогут в управлении опеки и попечительства Ленинского района. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев и Елена Кошелева. Видное ТВ.